Шеф-повар, Максим Григорьев. Рождественский штолен с шампанским. Время приготовления, 1 час 30 минут. Ингредиенты, опара. Дрожжи свежие 60 грамм. Молоко 75 миллилитров. Мука пшеничная сорта 00 тысяча грамм. Сахар 2 столовые ложки. Ингредиенты, тесто. Дрожжи свежие 60 грамм. Молоко 75 миллилитров. Мука пшеничная сорта 00 тысяча грамм. Сахар 2 столовые ложки. Апельсин 1 штука. Ваниль бурбон 3 чайные ложки. Гвоздика молотые 4 щепотки. Изюм светлый 270 г. Тесто. Изюм темный 200 грамм. Имбирные цукаты 50 грамм. Кардамон 4 щепотки. Кешью 200 грамм. Крахмал пшеничный 2 50 грамм. Лимон 1 штука. Лимонные цукаты 100 г. Тесто. Масло сливочное 300 грамм. Миндальные лепестки 200 грамм. Ром светлый 50 миллилитров. Сахар тростниковый демерара 100 грамм. Солод ячменный 4 чайные ложки. Соль 1 чайная ложка. Шампанское сухое 575 миллилитров. Тесто. Ингредиенты покрытия. Дрожжи свежие 60 грамм. Молоко 75 миллилитров. Мука пшеничная сорта 00 тысяча грамм. Сахар 2 столовые ложки. Апельсин 1 штука. Ваниль бурбон 3 чайные ложки. Гвоздика молотые 4 щепотки. Изюм светлый 270 г. Покрытие. Изюм темный 200 грамм. Имбирные цукаты 50 грамм. Кардамон 4 щепотки. Кешью 200 грамм рамм. Крахмал пшеничный 2,50 грамм. Лимон 1 штука. Лимонные цукаты 100 грамм. Покрытие. Масло сливочное 300 грамм. Миндальные лепестки 200 грамм. Ром светлый 50 миллилитров. Сахар тростниковый демирара 100 грамм. Солод ячменный 4 чайные ложки. Соль 1 чайная ложка. Шампанское сухое 575 миллилитров. Покрытие. Масло сливочное 150 грамм. Миндальные лепестки 2 столовые ложки. Сахарная пудра 100 грамм. И снова рождественский штолен. Что такое штолен и краткую историю его я описала в рецепте рождественский штолен по-дрезденски. Этим штоленом на шампанском я завершаю в этот адвент мою маленькую серию. Рецепт абсолютно новый, вы нигде не встретите его, ни на просторах интернета, ни в кулинарных журналах. Это снова мое детище и я горда им, как никогда. Он имеет очень ароматную ноту шампанского еще ароматнее становится, если есть его запивая вместо кофе шампанским. Знакомлю вас с радостью и жду ваших отзывов с нетерпением. И еще более желаю, чтоб вы приготовили этот штолен. Шаг 1. Подготовим ингредиенты, отборное сливочное масло мягкое шампанское или просека, кубинский ром, апельсин и лимон, миндаль в листиках, кеш и муку высшего сорта и пшеничный крахмал. Имбирные и лимонные цукаты, светлый и темный изюм, тростниковый сахар, свежие дрожжи, молоко и ячменный солод, ваниль-бурбон, кардамон, гвоздику. Шаг 2. В самом начале заливаем светлый и темный изюм 350 мл шампанского. Дадим настояться не менее 12 часов, время от времени перемешивая. Шаг 3. Отделим цедру лимона и апельсина на мелкой терке. Отставим в сторону, она нам нужна для теста. Срежем ножом до мякоти оставшуюся кожуру на лимоне и апельсине. Филируем лимон и апельсин. Мякоть нарежем на малые квадратики и вместе с соком кладем в отдельную небольшую емкость. Шаг 4. Заливаем лимонные цукаты кубинским ромом. Шаг 5. Туда же добавим наши кусочки мякоти лимона и апельсина с соком и нарезанные мелко имбирные цукаты. Так как имбирные цукаты сравнительно сухие, дадим настояться не менее 3 часов. Это как раз время, необходимое нам для теста. Шаг 6. Опара. Всю муку высыпаем горкой в большую емкость. Делаем руками или стаканом кратер. Наливаем в кратер теплое, но не горячее молоко, накрошим на малые кусочки дрожжи и засыпаем сахаром. Шаг 7. Припудрим с боков и сверху тонким слоем муки так, чтобы закрыть кратер. Накроем и оставим постоять около 20-30 минут, чтобы дрожжи проснулись. Шаг 8. Дрожжи хорошо вспенятся и мы добавляем наши приправы, ваниль, кардамон, гвоздику, соль. Шаг 9. Далее лимонную и апельсиновую цедры, и солод. Шаг 10. Измельчаем, но крупно, кешью и вместе с листиками миндаля, также добавим в емкость. Шаг 11. Кладем мягкое масло сверху и не забудем добавить тростниковый сахар. Шаг 12. Начинаем все перемешивать миксером с насадками для теста на малых оборотах. Во время мешания вливаем порциями, вместо привычного молока, шампанское, 225 мл. Шаг 13. Вымесим тесто, оно скорее всего не будет отставать от стен емкости. Оставим, как есть, на 2-2,5 часа тесто расти. Оно должно вырасти не менее, чем в 2 раза. Вот какое пышное получится. Шаг 14. Теперь на тесто высыпаем изюм, вместе с оставшимся шампанским, и цукаты с ромом. Тесто месим только руками. Шаг 15. Тесто снова станет вязким, так как получит снова жидкость. Поэтому я решила доводить до ума тесто не мукой, а пшеничным крахмалом, ели такового нет, то кукурузным, в тех же пропорциях. Для начала рекомендую добавить только половину и хорошо вымесить. Шаг 16. Затем более удобно вымешивать тесто на столе. Пользуемся только крахмалом. Высыпаем 2-3 ложки крахмала на стол и месим тесто. Когда тесто все вберет в себя, подсыпаем снова 1 ложку, и так далее. Количество крахмала я дала приблизительное, так как у всех впитываемость теста разная, и у кого-то будет более или менее оставшегося шампанского в изюме. Шаг 17. Как только тесто начнет отлипать от стола и пальца, значит оно уже готово. Для проверки, надавим на тесто пальцами, и должны остаться вот такие вот отпечатки. Смотрите не передобавляйте крахмала, чтоб тесто не стало слишком упругим, форму и этого достаточно. Шаг 18. Разделим тесто на четвертого части или более. Каждую часть растянем руками в овал. Шаг 19. Затем один половину овала завернем кверху внахлёст, оставляя на нижней половине свободными 2 сантиметра. Шаг 20. Формируем с любовью руками красивые овальчики. И накроем на 30 минут шталины для отдыха. Шаг 21. Шталины отдохнут и снова вырастут немного. Придавим чем-нибудь округлым, у меня детская скалка, вот такие вот углубления по всей длине шталина. Шаг 22. Выпекаем в заранее разогретой духовке, при 200-с, около 10 минут и вынимаем, чтоб обильно смазать поверхность шталенов растопленным маслом. И снова ставим скорее в духовку, заранее снизив температуру до 170-с, и допекаем до полной готовности еще 30-35 минут. По завершению выпекания снова смазываем шталины оставшимся маслом. Шаг 23. После смазывания маслом, сразу же еще горячими шталины припудриваем очень обильно сахарной пудрой. И только тогда остужаем. Перед сервированием пудрим наш рождественский шталина шампанском со всех сторон и немного присыпаем миндалем. Шталины по правилу должны настояться, для этого их надо завернуть в пищевую пленку или фольгу и хранить в прохладном месте. Хранятся они не менее трех недель. Рекомендую есть их не ранее чем через три дня, он тогда будет невероятно ароматным, и тесто уплотнится. Да благословит вас Христос! Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.